Американский рынок акций по итогам вчерашних торгов вырос на фоне финансовых отчетов компании. Доу-Джонс достиг очередного рекордного уровня. Индекс Доу-Джонс прибавил 0,72% и составил 23 441 пункт. Особенно следует выделить результаты компании Caterpillar. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин по итогам прошлого квартала 2017 года, подскочила в 3,7 раза до 1 млрд долларов или 1,77 доллара на акцию. Объем продаж увеличился за эти три месяца на 24,5% до 11,5 млрд долларов. Рынок сдал значение показателя на уровне в 10,7 млрд долларов. Оптимизм дело, конечно, хорошее и всех радует, однако деревни никогда не растут до небес. Об этом сейчас не все помнят. Никто не знает, когда будет коррекция на американском фондовом рынке и какой будет для нее формальный повод. Поэтому, с нашей точки зрения, лучше держать ухо востро. Кстати, с высокой долей вероятности от российских бумаг в случае падения американского рынка ничего хорошего ждать не стоит. Ведь падение американских акций вызовет падение всех развивающихся рынков. На фоне ужесточения политики ФРС, противостояния России и США, конфликтов на Ближнем Востоке, ситуации вокруг Северной Кореи и прочих рисков, закономерен вопрос в современном мире – где тихая гавань? Ответ прост – ее просто нет. Финансовый шторм может догнать вас в любой точке мира и обесценить ваши активы, а в худшем случае просто превратить их в ноль. Конечно, коррекцию в американских акциях ждут уже очень давно, однако это однозначно тот случай, когда она действительно неизбежна. Это и были все новости. С вами была Анна Кокарева. Смотрите «Экспертное мнение» от Аль-Пари и вы всегда будете в курсе новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова